Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава послания к филиппийцам апостола Павла и библейский портал экзегет Я Андрей Десницкий Да и вообще, братья мои, радуйтесь в Господе, мне нетрудно писать вам об этом снова и снова, а вам это полезно Слушайте, ну вот если апостол пишет какое-то общение, о чем он и может писать? Молитесь, поститесь, будьте добры, исполняйте какие-то заповеди Он говорит, радуйтесь, Господи, мне об этом нетрудно написать, а вам это полезно Вот важнейший принцип, который у Павла всюду проявляется, вера соединена с радостью Это не значит с кайфом, с удовольствием Как раз наоборот, он пишет и заключение, и своих адресатов он периодически предупреждает И филиппийцев тоже, хотя в этом послании это не главная тема Что есть и страдания, что, в общем, приходится потерпеть Но радость – это внутреннее состояние человека Вот удовлетворение, наслаждение – это зависит от внешних вещей Получил я что-то вкусненькое сегодня? В разных смыслах, не только в пищевом, или не получил А радость – это то, что человек внутри себя находит, если он обладает тем, что ему нужно И очень часто мы видим людей, которые вроде христиане, но в которых совершенно нет радости И надо сказать, что, глядя на таких людей, задумываешься, а зачем это все им нужно? Ну, не проще ли жить, как обычные люди, которые радуются жизни? Вот Павел много пишет, и здесь он еще раз это упоминает О том, что вера во Христа может принести человеку настоящую подлинную радость Которая не зависит от внешних вещей Когда ты имеешь то, что тебе по-настоящему нужно Вот когда человек влюблен, и он побывал на свидании со своей возлюбленной Или девушка со своим возлюбленным Они после этого радуются, даже если, я не знаю, их в автобусе оштрафовали за безбилетный проезд Ну, какая это мелочь, в конце концов, поскольку что-то главное, великое состоялось Вот это примерно то же самое Но дальше он неожиданно переходит к, казалось бы, совершенно другой, несвязанной теме Остерегайтесь псов О, ругаться начинает Остерегайтесь злых исполнителей Остерегайтесь отсекания Кто это такие псы, злые исполнители, которые что-то отсекают? Ну, по-видимому, имеется в виду те, кто призывает христиан Жить по Моисееву Ветхозаветному закону Кто считает, что христианство – это разновидность иудаизма Такая странная немножечко И, соответственно, они настаивают на исполнении закона Это злые исполнители И на отсечении крайней плоти Но отсечение крайней плоти Внешний символ, который вроде бы ничего особенного не означает Дурного для человека Предполагает, что уже не Христос спасает человека А какие-то внешние признаки Поэтому, обрезая крайнюю плоть Человек тем самым отсекает себя от Христа Вот логика Павла, которую он дальше будет разворачивать Обрезанные Это на самом деле мы, кто служит духовно Богу И хвалится Иисусом Христом А не те, кто полагается на плоть То есть, внешний символ, он для чего-то нужен Это же не само по себе изменение человеческого тела, мужского Но как знак внутренней перемены Так вот, если эта перемена есть, то вот такой человек и может считаться Носящим на себе этот знак, даже если он его и не носит Правда, Павел носит, он же иудей по происхождению Впрочем, на плоть мог бы полагаться и я И уж если кто другой на нее полагается Я тем более Я был обрезан на восьмой день И родом я израильтянин из колена Вениаминова Я еврей из евреев по отношению к закону фарисей А по собственной ревности гонитель церкви То есть, пока он не стал христианином Он был фарисеем и гонителем церкви Вот у него все это есть Вот как человек, оспаривающий что-то, он может сказать Но вы думаете, что у меня этого нет, поэтому я этого оспариваю Вот у меня там нет погон генерала Я скажу, генералы, это все полная ерунда А он говорит, да нет, я там фельдмаршал У меня самые большие погоны из всех, какие бывают Просто до той праведности, которая определяется законом, я безупречен Но все эти собственные выгоды в сравнении с Христом я счел потери Вообще все я считаю потери по сравнению с тем, что намного лучше Познать Христа Иисуса Господа моего Ради Него все я счел мусором и отбросил Лишь бы приобрести Христа и самому обретаться в нем Слушайте, но зачем же почитать все это мусором? Вот у каждого из нас есть свои какие-то достижения, способности Мы что-то умеем хорошо делать, у нас там есть какая-то репутация хорошая Зачем все это выбрасывать? Это же хорошие вещи, можно сказать Да, еще и христианин Но Павел как раз настолько радикален, потому что человек, который на все на это полагается Вот я доктор наук, например, да? Ну, конечно, я доктор наук Если я при этом думаю, что я вот, будучи доктором, лучше всех остальных людей И вот именно поэтому я чего-то достиг, и вообще все должны во мне это видеть То, а где место для него, для Христа, который мы только что читали в предыдущей главе Унизил себя до положения раба? Несовместимо Если я доктор наук, а он раб Ну, что мне на него смотреть? Он никто в сравнении со мной-то Если я, не я, а Павел, допустим, или кто-то из филиппийцев говорит Ну, вот я хорошо исполняю закон, я все прекрасно делаю Я там почусь, молюсь, как положено, даю десятину Ну, и прекрасно, а Христос тебе зачем? Он зачем пришел? Ты без него справлялся замечательно, и дальше будешь справляться Вот поэтому приходится все это отбрасывать Но отбрасывать не в смысле, что давайте все избавимся от всего имущества, от всех достижений Но в том смысле, что это ничего на самом деле не значит Это какой-то вот узор в калейдоскопе Красиво, интересно, но калейдоскоп и реальная жизнь – это разные вещи Игрушка-калейдоскоп, может быть, не всем знакома В которой цветные стеклышки принимают разные положения И получается иногда очень красиво Сейчас, конечно, на компьютере все это делается в виде всяких заставок Моя праведность не та, что происходит от закона Но та, что дается верой Христовой, праведность от Бога по вере Ну, это вот любимая тема Павла Практически в каждом послании более или менее подробно ее разбирает В филиппийцах достаточно подробно Хотя римляне, конечно, у нас чемпион по этой теме оправдания не законом, но верой То есть не исполнением каких-то правил, но тем, что человек принимает Христа Это значит познать Христа и силу Его воскресения, приобщиться к Его страстям Умереть подобно Ему, чтобы и мне достигнуться воскресения мертвых И здесь с особой силой, как, пожалуй, даже в евреях он этого не делает Он рассказывает, как это сделать То есть умереть подобно Ему, чтобы и мне достигнуться воскресения Христианин не просто исполняет заповеди Христа Не просто верит в Него, в смысле признает Вот был такой Иисус, Его распяли, Он воскрес Но он проходит тем же путем Павел довольно буквально им проходит То есть он попадает в заключение Он потом нескоро еще по отношению к этому посланию будет казнен Но и в каком-то смысле распинается в своей жизни Когда не заботится ни о чем, кроме как о том, чтобы нести эту весть Терпит за это побои и многое иное Вот, но дело же не в том, что Павел вот такой хороший, правильный Который многого достиг, чемпион А дело в том, что он проходит этим путем, соединяется со Христом И в этом есть его вера То есть вера не как интеллектуальное Такое знание, не как эмоциональное сопереживание Вот там приходит страстная неделя И все думают о том, как Христос страдал на кресте Но как повторение этого пути в соединении с ним Что, в общем, мало кому удается Ну и тут же Павел, получается, он хвастается Не то, чтобы я этим уже обладал или достиг совершенства Но я стремлюсь этим обладать, как и мной обладает Христос Иисус То есть это лишь путь, на который он вышел Но не достижение, которое уже у него есть И он вот медальку получил на пьедестале стоит Братья, я не считаю, что все уже в моих руках Но забыв о том, что позади тянусь к тому, что впереди Устремляюсь к цели, чтобы получить свыше награду Который призван Богом во Христе Иисусе То есть получается, что он не просто что-то делает Но он стремится к этой самой цели И вся его жизнь есть полет к ней Вот как следует об этом думать нам Совершенным, совершенным, конечно, в кавычках Ну, то есть вы считаете себя верующими Вы считаете себя праведными Вот, собственно, в чем состоит ваша вера и ваша праведность В постоянном стремлении к цели, которая окончательно в этом мире недостижима Но нужно к ней стремиться, чтобы достичь хотя бы чего-то Если же кто из вас думает, иначе Бог вам откроет глаза Впрочем, будем придерживаться того правила и образа мысли, которого мы уже достигли Значит, ну, есть разногласия Ладно, вы это поймете со временем Но у нас уже есть некоторые С филиппийцами у Павла точно есть некоторое согласие Как следует христианину жить Ну вот, давайте, по крайней мере, этого придерживаться И дальше Подражайте мне, братья, и смотрите на тех, кто поступает, следуя нашему образцу А подражайте мне, говорит Павел, не потому, что я великий А потому, что, ну, вот я иду по правильному пути Подражать не значит изображать из себя кого-то А это значит делай, как я Да, вот как в какой-то критической ситуации Там на войне в каком-то тяжелом походе Ведущий, командир кричит, делай, как я И он просто знает, как надо Не значит, я самый лучший Значит, вот сейчас я покажу правильный путь А ведь многие, я об этом часто вам говорил А теперь повторяю, даже и со слезами Поступают, как враги креста Христова Он не уточняет, он никогда не уточняет, что плохо делают оппоненты Вы знаете, очень часто христиане зацикливаются на том, что плохо делают вот те И мы очень подробно и долго их осуждаем А сами-то мы что делаем? А как-то не до этого Мы вот по своей якобы скромности про свой хороший образец не говорим Может, потому что предъявить нечего А вот предъявить всем, да, есть чего Они так-так-так себя ведут Вот Павел удивительно немногословен Он говорит, вот есть такие люди, которые делают плохо Поступают, как враги креста Христова Ждет их погибель, поклоняются они чреву, как Богу Славятся своим срамом и думают только о земном Собственно, и все Да, больше никаких подробностей А дальше замечательная фраза А наше гражданство принадлежит небесам Откуда мы ждем спасителя Господа Иисуса Христа Наше гражданство Жители города Филипп были римскими гражданами В Римской империи не все были римскими гражданами Это было привилегированное положение Обычно люди имели гражданство того города, в котором они родились и живут Но в редких случаях Павел, например, местная знать получала гражданство города Рима А в Филиппах все были римскими гражданами, потому что это была римская колония Город, населенный как раз колонистами В основном ветеранами воин разных Ну и вообще жителями Рима бывшими Так вот, он говорит А наше гражданство, у них привилегированная московская прописка Или, скажем, там американская гринкард есть Которую очень многие люди хотят получить А у них есть у всех Он говорит, так вот, у нас эта прописка, эта карточка оттуда, неизримо Потому что именно оттуда мы ждем Спасителя, Господа Иисуса Христа Он преобразит наши униженные тела по образу своего прославленного тела Действием своей силы, способной все себя подчинить Рим — это вообще сила, способная все себя подчинить В первом веке нашей эры в Средиземноморье Она все и подчинила Так вот, он как раз говорит о том, что наша лояльность другая Он не говорит, вы вставайте против Рима Он не говорит, Римская империя — это полный отстой Давайте вообще не обращать на нее внимание Он говорит, но не этим мы довольны Но не этому мы принадлежим Не самому замечательному, сильному, могучему на свете государству Мы принадлежим Богу И оттуда ждем того, кто все победит И гражданством вот этого другого мира на самом деле Гордимся и радуемся ему Субтитры создавал DimaTorzok